Добрый день, дорогие подписчики и гости этого канала. Прежде всего, хочу поздравить мужскую часть моей аудитории с нашим мужским праздником. Будьте здоровы и всегда оставайтесь мужиками. Ну, а мы начнём. Вы очень часто задаёте мне вопросы касательно экспорта и презентации графики, и вообще пиксель-артовых рисунков. Говорят, что они у вас часто размываются, например, при загрузке ВКонтакт или другие какие-либо сервисы. И как раз в этом видео я хочу вам показать, как правильно сделать, так сказать, презентацию вашей работы, чтобы её можно было загрузить ВКонтакт и вообще показать остальным людям. Для примера, возьму свой такой макап, в котором рисовал графику для игры Bloodlast. И, собственно, сейчас у меня всё это дело имеет размер 320 на 180 пикселей. То есть вот в размерах изображения сейчас это видно. Но если я такое изображение сейчас залью ВКонтакт, например, оно, во-первых, будет вот такое вот маленькое, как сейчас отображено здесь, а во-вторых, оно, скорее всего, будет слегка размыто. А может даже и не слегка. Поэтому я сейчас всё это выделяю с помощью Ctrl-A, удерживаю Ctrl-Shift-C, чтобы скопировать абсолютно всё, что есть на всех слоях, точнее, на всех видимых слоях. То есть то, что находится на спрятанных, это копироваться не будет. Создаю новый слой, точнее, новый документ, и вставляю с помощью Ctrl-V уже сюда то, что мы скопировали. И, собственно, ВКонтакт оно загрузилось бы именно так. А ну, как же нам загрузить его так, чтобы оно выглядело, например, вот таким вот образом? А сделать это всё очень просто. Значит, идём опять в изображение, размер изображения. А здесь выставляем проценты, ставим, например, 400%. Проверяем, чтобы у нас в обеих ячейках были одинаковые цифры. И у меня здесь превращается 320 на 180, в 1280 на 720. Далее. А галочка Resampling должна стоять. И здесь нужно выбрать по соседним пикселям. Всё, нажимаем ОК. И наш рисунок вот так вот увеличивается. И при этом, как бы, сохраняются все вот эти детали, каждый пиксель. То есть у нас получается такой вот upscale. Всё, теперь нужно просто сохранить в нормальный формат и загружать картинку, куда вам нужно. А чтобы сохранить в так называемый нормальный формат, нужно пойти в файл, сохранить как. И здесь выбрать либо PNG, либо GIF. Я обычно выбираю PNG. У нас высочивается такое окошко. Сжатие. Я выбираю второй пункт, самый маленький, медленно. Чересрочно снять выделение. Нажимаю ОК. И когда я открываю сам рисунок, он у меня вот так вот на весь экран открывается. ВКонтакте это будет выглядеть примерно вот так. Ну и, собственно, зависит, конечно, от того, как вы сам этот размер отрегулируете. А здесь, например, вот у меня такой кусок, сделанный под тому же принципу. А вообще, как бы все равно небольшое мыльцо здесь можно заметить, но это уже происходит из-за сжатия картинки с самим контактом. Поэтому можно либо открыть оригинал, и тут я замечаю, что у меня загружено в формате JPEG. Давайте, для примера, зальем какую-нибудь картинку, допустим, ту же самую. И если мы на нее нажмем, то, в принципе, видим, что вот так вот у нас все нормально открывается. Но даже если я сейчас нажму открыть оригинал, то все равно здесь как бы формат JPEG. Но это потому, что формат JPEG пересохраняет сам контакт, чтобы картинки занимали меньше места. Поэтому, как вариант, можно загружать дополнительно еще к документам. Нажимаю здесь загрузить файл, и у нас здесь уже сохраняется в формате PNG. Теперь, если на него нажать, то здесь никакого мыла не будет. То, что, собственно, сжатия никакого не происходило. А что касается анимации, мы ее будем сохранять в GIF. То есть, вот у меня тоже анимация бега для игры Bloodlast. Но она здесь очень маленькая, всего лишь 32 на 32 пикселя. Если я ее залью вот такой, то это будет очень некрасиво выглядеть в контакте. Чтобы она выглядела хотя бы как вот здесь, в таком же размере, мы также делаем какой-нибудь upscale. Для этого идем опять же в изображение, размер изображения, и здесь выставляем, допустим, 600% вполне подойдет. Я это уже сделал на вот этом демонстрационном файле. Здесь у меня как раз 192 на 192 пикселя. Теперь нажимаю Ctrl-Shift-Alt-S. Появляется вот такое окошко «Сохранить для веб». Здесь проверяю, чтобы у меня стоял GIF. Дизеринг я обычно отключаю и ставлю на 0%. А прозрачность ставим галочку, если у вас здесь прозрачный фон. У меня его здесь нету, поэтому убираю. Все, теперь эту анимацию можно сохранять. И также загружать ее в ВКонтакт через документ. У меня она здесь уже загружена, поэтому я могу ее добавить еще раз. Вот, собственно, и весь такой секрет, как нормально сохранить вашу работу, чтобы показать ее ВКонтакте. Самое главное правило – не сохраняйте вашу работу в JPEG. Иначе будет такое вот мыло, как при сжатии картинки ВКонтакте. Поэтому, если делаете какие-то пиксельные шапки для канала или оформления для страниц ВК, Твиттера, Фейсбука и так далее, то обязательно сохраняйте все в PNG и подгоняйте все по размеру, чтобы избежать различного рода трансформации. То есть, когда сервис сам заменяет размер вашего изображения и при этом может его немножечко так испоганить. Ну вот, собственно, и все. Ставьте лайк, если это видео оказалось вам полезным. И подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые полезные видео. А также делитесь им со своими друзьями. Уверен, им тоже будет полезна эта информация. Ну, а с вами был Арталаски. И я не прощаюсь, а приглашаю посмотреть те видео, которые вы еще не успели посмотреть. До завтра.